Патрульная машина Патрульная машина Признавать, что крепко выпил, прежде чем сесть за руль, мужчина не захотел. Пытался всячески оправдаться. Сначала рассказал, что из-за усталости просто уснул за рулем. А потом начал придумывать историю с техническими неполадками своего автомобиля. Если рулевая тяга у вас сломалась, почему на тормоза не нажали? А там несполезно, нужно нажать. Почему? И тормоза не работали, что ли? Конечно. Что-то вообще все резко отказало, что ли, у вас? Да. Калина ехала со стороны поселка Салмыч. На прямом участке дороги водитель неожиданно выехал навстречу. Покасательное задел Шевроле Ланос и протаранил Хёнде. После чего улетел в Кювет. В этот момент я уворачиваюсь, он проходит по моей бочине, полностью по боку. Собивает мне зеркало, уезжает дальше. То есть я уворачиваюсь ближе к Кювету. И уже за мной ехала девушка в машине, он влетает в нее. Вся сила удара пришлась на корейские автомобили. В Хёнде находились две девушки. Первое время обе были в шоковом состоянии и никак не могли выбраться из салона. К ним на помощь тут же бросились очевидцы. У нее порезы, удар сильный, подушки сработали. На скорую вот увезли, слава богу. Вроде все нормально. Там две девушки было. Одна спереди сидела за рулем, а вторая сзади. Как оказалось, нетрезвый виновник меньше года назад уже был лишен водительских прав и сейчас снова сел за руль в хорошем подпитии. За такое нарушение с 1 июля может грозить реальный тюремный срок. Но мужчине крупно повезло. Оформили эту аварию инспектора ГАИ всего за полчаса до полуночи. Так что уголовной ответственности он, вероятно, избежит и отделается, скорее всего, только административным арестом. Равиль Сайганов, Альберт Даминов, Эфир 24.